Всем привет, меня зовут Михаил Шамне, я инженер по тестированию ВК МиниАпс, и в этом уроке мы разберем тестирование требований мини-приложений. Мы уже с вами знаем, что тестировать нужно. Другой вопрос, нужно ли тестировать требования. Для начала нужно определиться, что такое требование. По требованию подразумевается любой документ, составленный заказчиком и представленный разработчику для реализации необходимого ему продукта. К таким документам относятся, например, техническое задание и описание задач. Иными словами, это изложенное в тексте описание того, что вы хотите создать. Чтобы ответить на вопрос, зачем тестировать требования, нужно понимать, откуда появляются баги. На их появление могут влиять сотни причин, начиная от простой ошибки в коде и заканчивая фазой луны. Из представленных четырех пунктов, три могут быть решены еще на этапе составления грамотных требований. Поэтому делите этому время, оно окупится. В хороших требованиях 80% будущих проблем в опросах, чатах и доработок в последний момент уже решены. Отвечая на вопрос, нужно ли вам тестировать требования, конечно да, хотя бы минимальное. Но все зависит от индивидуальных особенностей вашего проекта и команды. С необходимостью тестирования требований определились. Теперь добавим еще немного теории и ответим на пару вопросов. Какими в итоге должны быть требования? Они должны быть просты и понятны всем участникам процесса. Не должно быть разночтений, то есть требования должны быть предельно точны. И, конечно же, не забудем о специфике разработки для платформы ВК. Требования не должны противоречить модерации ВКонтакте. Это все хорошо, но как этого достичь? На что тестировать требования? Какие ошибки в них можно найти? На просторах интернета можно найти много интересных книг и статей о пресловутом шифлеев тестирования и тестирования требований. Но почти все они сводятся к шести простым принципам. Полнота, однозначность, непротиворечивость, ценность, осуществимость и тестируемость. Для больших продуктов с долгой поддержкой также можно выделить дополнительно несколько пунктов. Актуальность и интегрируемость. Но сегодня сфокусируемся на базовых шести принципах и разберем их на практике. Первый пример. Если вы тот, кто написал такое задание, будет его программировать и тестировать, то можно ограничиться и таким небольшим ТЗ. Но даже в таком случае между описанием и реализацией может пройти какое-то время. Поэтому не стоит оставлять его в таком виде. В глаза бросается сразу несколько проблем. В ТЗ практически нет конкретики. Каждый участник процесса может интерпретировать задачу, как ему заблагорассудится. Совсем непонятно, как будут выглядеть звездочки, о каком миниапе идет речь. Ответив на эти вопросы, вы уже значительно снизите время разработки и тестирования, то есть быстрее получите желаемый результат. Теперь для примера пройдемся по полному списку проверок, состоящему из шести принципов, о которых мы говорили ранее. Полнота. Тут у нас есть какое-никакое описание, однако можно задать несколько сопутствующих вопросов. Что за звездочки мы хотим видеть? Где в приложении будут эти звездочки? По всему экрану или только по краям? Есть ли дизайн? И так до бесконечности. Однозначность. Тут мы знаем только то, что должен быть виброотклик и анимация воспроизводится не чаще, чем раз в 5 секунд. Однако остальные параметры можно интерпретировать по-разному. Непротиворечивость. Видим легкое противоречие. В условии говорится, что звезды летают каждый раз, когда пользователь трясет телефон, но затем следует пункт про 5 секунд задержки. Разработчик может попытаться реализовать оба варианта одновременно, и получившийся результат однозначно уйдет на доработку. Ценность. В ТЗ присутствует абстрактное «будет прикольно», но такую ценность очень трудно измерить. Осуществимость. В предыдущих пунктах еще много неразрешенных вопросов, вследствие чего можно только предположить, что задача осуществима, и дать очень приблизительную оценку. Тестируемость. С точки зрения тестирования можно предположить несколько сценариев проверки. Для задачи не нужны специфические тестовые данные, но для покрытия задачи автотестами может потребоваться доработка фреймворка, которая не отражена в требовании. Кроме того, все предыдущие пункты могут негативно сказаться на качестве тестирования. Дальше можно еще долго разворачивать и разбирать плохие примеры, но что же делать, чтобы улучшить ситуацию? Вместо хорошего примера, который на самом деле практически недостижим, предлагаю ознакомиться с лекалами, по которым можно собрать идеальное ТЗ, подходящее вашей команде. Полный шаблон с инструкцией по заполнению вышел слишком большим, чтобы отобразить его на слайде, но он будет приложен в описании. Итак, главные блоки, из которых состоит любое хорошее техническое задание. Цель, в которой передается основной контекст проекта, иначе можно назвать идеей. Показатели успеха. Любой проект – это хорошо, но еще лучше, когда у него есть измеримая ценность. Требования. Главный блок с описанием всех необходимых функциональностей. Дизайн и пользовательский путь. Когда у ТЗ передаваемого разработки есть дизайн, это сильно упрощает и ускоряет работу, особенно если в нем отражен пользовательский путь. Дорожная карта. Должна отражать как минимум приблизительный план работ. Технические детали. Если при составлении ТЗ его приправили техническими деталями реализации, мы автоматически отбрасываем долгие часы выбора фреймворка и библиотек, что тоже хорошо. Кроме того, не лишним будет указать предположения и планы на будущее, но об этом подробнее в шаблоне, приложенном к видео. На втором примере закрепим знания и разберем одну из задач, которую мы заводили в рамках курса. Полнота. Тут у нас есть описание, понятно, что нужно сделать. Тем не менее, можно задать несколько вопросов. Где будет эта панель? Что можно будет делать на этом экране? Какой полный список достижений? Будем делать только отображение достижений или полную реализацию со всей логикой? Однозначность. Простор для неправильной интерпретации задачи все еще широк. Однозначно можно определить только заголовок. Все остальное, включая состав достижений, элементов на панели, можно только предположить. Непротиворечивость. Для сокращения времени допустим, что задача не противоречит самой себе, требованиям и другим задачам. Ценность. Вопрос необходимости интуитивно понятен, но не раскрыт в описании. Осуществимость. В данном случае практически не раскрыты детали технической реализации, вследствие чего трудно определить ее осуществимость. Тестируемость. Зная ответы на вопросы, что будет сделано и как это будет выглядеть, можно набросать примерный план работ, но ответы на остальные вопросы помогут сделать его более полным. Чем можно обогатить описание задач? Добавление ссылки на ТЗ и дизайн решает сразу несколько проблем. Полноту, однозначность и ценность. А также частично непротиворечивость и осуществимость, особенно если вы придерживались рекомендаций по составлению хороших требований. Запишите требования. Записанная мысль, как правило, лучше сформулирована. Подумайте над тестовыми данными заранее, а не в последний момент, когда их добавление потребует значительных усилий. Если в разработке участвует несколько человек, связанные задачи помогут им найти друг друга. И когда ты знаешь ценность задачи, ты делаешь это с большим энтузиазмом. Важно отметить, если вы решили пропустить этап с составлением требований в ТЗ, или не слишком заморачивались с их составлением, еще не все потеряно. Часто грамотно составив описание задач, можно обойтись и без общей документации. Пример грамотно составленной задачи также будет приложен в описании. Ну и напоследок, хотелось бы сказать пару слов о том, когда остановиться. Действительно, можно глубоко закопаться в проверку и полировку требований и описания задач. Очень долго полировать документацию, но так и не сделать свой проект. Поэтому важно следовать нескольким простым рекомендациям. Если сроки поджимают, то не стоит тратить слишком много времени, разбирая каждый пункт требований. Не стоит собирать часовые встречи на каждую правку, а опечатки вы можете поправить и сами. Первым делом разберите только ключевые функциональности и требования. И помните, мы не роботы, невозможно предусмотреть все. В процессе разработки неизбежны изменения и доработки. Будьте благоразумны. Ну и самое главное, цель тестирования требований – это качественный продукт.